ДИНА КРИКУНОВА Диспетчер должен не только иметь медицинское образование, но и быть психологом. По звонку ставить первичный диагноз – от этого зависит категория вызова, а значит и оперативность оказания помощи. Когда приславится категория вызова, он загорается экстренно-красного цвета, и он становится в первую очередь. Потом желтый и зеленый. Зеленый – это самые легкие вызова, которые могут ожидания. Вызов принят категория «Присвоенная бригада выезжает по адресу». С собой нелегкий чемодан, набор необходимых медикаментов. Основной набор базовый, все чемоданы одинаковы. Состав, ампулы, количество, все одинаково. Здесь гемостатики есть при травмах, холодовые элементы, растворы. То есть, если мы приезжаем на вызов, чтобы не бежать в машину, всегда в чемодане есть раствор. Чтобы поставить в современную капельницу, шприцы, термометры, катетеры, таблетки. Все необходимое, все у нас есть. Весь процесс на контроле старшего врача смены. Он курирует сложные вызовы, консультирует больных по телефону. Пробки на дорогах и большая загруженность специалистов – основные причины задержки машин. Никому в помощи никто не отказывает. Другой вопрос, что вот эти неотложные вызова по поликлинике, мы обязаны их осуществлять в течение двух часов. Но, к сожалению, в течение двух часов, в связи опять-таки с этой обстановкой, мы не успеваем. Я прозваниваю вещи, не только я, а старший врач, который сидит на круглосуточной нашей работе. Мы начинаем прозванивать всех больных, которые ждут долго, свыше двух часов. Мы узнаем их состояние. Мы стараемся дать какую-то консультацию по терапии на данное состояние, потому что объясняем и просим всех людей подождать и отнестись к нам с пониманием. Прежде всего, машины неотложки отправляются на вызовы для оказания помощи детям и вызовы первой категории срочности, когда есть угроза жизни пациента. Иногда проведение манипуляций начинается сразу, прямо в карете, по пути в больницу. Современные машины скорой медицинской помощи оборудованы всем необходимым. Здесь можно экстренно принять роды, сделать непрямой массаж сердца, современные капельницы, баллоны с кислородом. И вот он, спаситель тысячи жизней, аппарат искусственной вентиляции легких. Техническая оснащенность еще не все. Очень важно доставить пациента в больницу как можно быстрее. На дороге особое внимание желтым реанимобилям. Иногда счет идет на секунды. Если хотите помочь ближнему, дайте дорогу скорой помощи. Порой от этого зависит жизнь и здоровье человека.